В первую очередь мы хотели бы обсудить тему дня, которая была вчера в зоне боевых действий. Это сообщение армянских СМИ о нападении на армянскую церковь в Шуше. Вот там было два важных момента, которые педалировались. Это, во-первых, что церковь была разрушена, что, в принципе, сами журналисты и опровергли, потому что церковь стоит на месте, там только повреждена крыша. И второй момент – утверждали, что эта церковь является символом Шуши, и атака на нее была атаком на христианские ценности. Вот первое, что я хотел бы спросить у наших азербайджанских гостей. Все знают, что Шуша – это колыбель азербайджанской культуры. Довольно странно слышать, что ее символ – это армянская церковь. Могли бы вы рассказать, какие на самом деле символы Шуши и что с ними стало за время конфликта? Шуша – это колыбель нашей истории, нашей культуры. Она исключительно важна для любого азербайджанца, независимо, этот человек из Карабаха или за пределами этого региона. Поэтому, естественно, то, что происходит сегодня там, нас всех очень глубоко, конечно, переживаем мы за это. Потому что, с одной стороны, мы не хотели бы, чтобы там происходили боевые действия, мы не хотели бы, чтобы там люди погибали. И с точки зрения гуманитарного аспекта, естественно, это очень жаль, что происходит все это. Но, с другой стороны, мы должны смотреть, почему это происходит, в чем является причина всего того, что мы сегодня имеем. Поэтому, естественно, то, что сейчас происходят боевые действия в этом конкретно, в зоне конфликта, и Шуша является частью конкретно этой территории, естественно, когда идут боевые действия, возможно, что можно каким-то образом случайно задеть какие-то конкретные, предположим, инфраструктуру. И это очень жаль. Но нельзя это связывать с тем, что Азербайджан как бы преднамеренно пытается разрушать какие-то храмы или какие-то культурные ценности, которые там находятся. Это очень важно. Мы должны, конечно, в сегодняшний день, мы все понимаем, что существует так называемый вот фейк-ньюс, и, с другой стороны, есть так называемый, по-русски мы называем постправда, вот эта война интерпретации, как мы можем какое-то явление перевернуть и представить совершенно в другом формате. Поэтому сегодняшний день я считаю, что нельзя вот так однобоко воспринимать то, что происходит сегодня именно в зоне боевых действий, и вытаскивать какие-то элементы из контекста, и обвинять другую сторону в том, что как будто бы здесь есть какой-то другой акцент. Это во-первых. И во-вторых, я считаю, что мы должны действительно более глубоко изучить вообще само по себе этот контекст. Что такое Шуша, что такое Хан Киан Ди, который изначально назывался все-таки Хан Киан Ди, а не Степан Акерт, как сегодня его называют. Я не хотела бы идти углубляться конкретно в терминологии этих конкретно топонимов, но мы должны все-таки быть предельно корректны. С точки зрения того, что, во-первых, мы не должны практически выслушивать любую идею, которую высказывают иногда псевдо-эксперты, и пытаются все переиначить. И с другой стороны, есть точно такая же точка зрения, что конкретно эта церковь, о которой идет речь, она все-таки была на самом деле православная в свое время. Здесь вот в Азербайджане есть такая перспектива. Мы должны понимать, что на самом деле точно так же мы можем с таким же успехом поднять вопрос о том, что те же самые наши мечети азербайджанские, мусульманские, если говорим с точки зрения наследия, они точно так же разрушались, понимаете, внутри вообще не только Нагорного Карабаха, но и Низменного. И здесь мы должны тоже точно так же посмотреть. Вот сегодня показывали съемки Джабраила, именно уже по идее какая-то часть этого региона мы смогли освободить от оккупации. И вы знаете, это очень плачевная картина. Там не осталось никаких памятников, там ничего вообще нет. Это просто поразительно, когда люди могут рассказывать о том, что, понимаете, что-то происходит на Нагорном Карабахе, там уничтожается, предположим, что-то еще, культура, там люди. А с другой стороны, никто не смотрит на то, что с другой стороны, ведь Карабах — это не только Нагорная часть, там есть и Низменная часть. И практически люди, которые жили в Низменной части Карабаха, это все те районы, которые были оккупированы, 7 районов, практически все люди, от которых изгнаны из этих территорий, все эти памятники, практически были подвергнуты культурному геноциду. Я считаю, что если мы говорим о том, что что-то уничтожается и идет какая-то конкретно боевые действия, то должны быть причины для того, чтобы это происходило. А причины, я думаю, что, по идее, на самом деле, действительно должны быть очень серьезно осмыслены и сделаны соответствующие выводы, чтобы этого не повторялось. Я лично был в Шуше. Это на самом деле такой красивый город для нашей республики. Она кузница певцов, народных певцов, которые вот Бюльбюль, Бюльбюль, Пулат Бюльбюль Оглы, ваш посоль наш в России, его отец выходом оттуда, Рашид Бейбутов оттуда, Мюслим Магомаев. То есть, это кузница. Мы всегда гордились этим городом. Дальше Ханам отметила, чтобы люди знали, что преднамеренно азербайджанская сторона ничего не делает. Вот правильно она отметила. Может быть, случайно попала туда. Но почему-то армянская сторона так раздула этот вопрос. А вот я передаю вам информацию. В Янжи у нас есть святына, так, и Мамзаде. Туда тоже попал снаряд. Мы показали один раз и не плачем. Ну, почему-то это во весь мир, ну, понятно, почему это делают. Они хотят дать окраску этим событиям, там, националистически, но это так не пройдет. Конечно, мы не должны разрушать ценности, которые создаются людьми, церковь. А потом, а почему не показывают мечети, где содержат свиней, коров, так? Мы говорим. И потом, на территории Карабаха, ни одного святого места не осталось, то есть, ни одной мечети не осталось. Не осталось. Но мы, как вы знаете, толерантная республика, страна, так? Мы в городе Баку, в центре Баку сохранили армянскую церковь. Она вот, я не знаю, это я говорю официально, что это так. А почему-то армяне, ну, это боевые действия, так? Вы сами знаете, она может ударить и точно, может быть ошибиться, так? Но преднамеренно, я думаю, что эта азербайджанская сторона это не делала.